Всем привет, ребята! Решил поговорить о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана. Ну, вы знаете, что после увольнения из Ференцварыша Станислав Черчесов, ну, практически год не мог найти работу. И ходили слухи различные о паре НН назначении, да, о сборной Азербайджана, но, видите, как оказалось, Черчесов так главным тренером сборной Казахстана. Что я вообще об этом думаю, какое мое мнение? Ну, вы знаете, что у Казахстана был Магомед Адиев главным тренером, но он расторг контракт со сборной Казахстана и возглавил Ахмат. При Адиеве команда дошла до стыковых матчей, даже могла чисто теоретически попасть на чемпионат Европы, но стыковые матчи прошли, но отвратительно был один стыковый матч, там крупное поражение, и Казахстан не попал на Евро. Теперь к чемпионату мира, к отбору будет Черчесов готовить. Ну, вы знаете, ребят, кто-то скажет, что Черчесов там результатов добивался, да, в Европе, там, со сборной России, да, до четвертого финала чемпионата мира вводил, да, было такое. Но, ребят, вы не забывайте, нельзя сравнивать сборную России и сборную Казахстана. Там, где Черчесов добивался результатов, у него были футболисты достаточно хорошего уровня. Что касается сборной Казахстана, ну, там, ребят, давайте скажем прямо, футболисты слабее, чем игроки Ференс Вараша, слабее, чем игроки Лиги, слабее сборной России, и там с ними нужно не просто работать, там нужно, я не знаю, штанов выпрыгивать, чтобы добиваться какого-либо результата. Я считаю, что для Черчесова это просто один как из способов заработка, потому что я не верю, что Черчесов выведет Казахстан на чемпионат мира. Да простят меня казахстанские болельщики, они ошиблись, казахстанцы, с выбора главного тренера. Хотя, с другой стороны, все-таки сборная Казахстана, ну, достаточно слабый состав имеет, и рассчитывать, что какой-либо тренер куда-то выведет их, ну, мне кажется, сложно. И Черчесов, он далеко, ребят, не волшебник, давайте скажем прямо. Я не могу сказать, что он уж прям совсем физрук, нет, он все-таки результатов каких-то добивался, да, там и с Ференс Варышем чемпионат выиграл, по-моему, как бы даже не два раза. С Лиги чемпионат и кубок выигрывал, да, с Ференс Варышем также кубок выигрывал. То есть, были у него хорошие моменты, позитивные в плане завоевания трофеев. Но, все-таки, ребят, сборная Казахстана, ну, давайте скажем прямо, Динамо, это команда, в которой вряд ли Черчесову что-то светит. И я думаю, что результаты у Черчесова будут еще хуже, чем у Адеева. Я даже уверен в этом просто. Потому что Черчесов вот работал в Динамо, например, да, в Динамо тоже состав был достаточно хороший. Ну, Динамо занял четвертое место в чемпионате. А сборная Казахстана, там, сами понимаете, группа к чемпионату мира, скорее всего, будет для них очень серьезная. И я, честно говоря, не знаю, в какую группу там Казахстан, да, попал. Но, думаю, что шансов у них выйти практически нет. И Черчесов это не помощник для сборной Казахстана. И думаю, что Черчесов долго не продержится на посту главного тренера сборной Казахстана. Да, Черчесов везде хорошо начинает. Но он все-таки хорошо начинает в командах с хорошим подбором футболистов. А у сборной Казахстана такого подбора футболистов хорошего, скажем прямо, нет. Вот такое вот мое мнение по поводу Черчесова и его перспектив сборной Казахстана. И сборной Казахстана перспектив с Черчесовым. Спасибо и всем пока.